МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Исполнилось три года с того дня, как Майя Санду выиграла президентские выборы. Что выполнено из ее 156 предвыборных обещаний? Как оценивают политики и эксперты ее правления? Ответы на эти вопросы в наших сюжетах. Санду говорит нет, спыну да. Едва вернув Кишиневский международный аэропорт в собственность государства, власти подыскивают ему новых концессионеров, как это объясняют в Министерстве инфраструктуры. Молдавская армия продолжает вооружаться. Из Германии получена последняя партия бронетранспортеров в Пиранье-3. В районе коммуны БЧО строится новая военная база. О том, как реагируют на это обычные граждане страны, рассказывают наши корреспонденты. Герой множества фотосессий Майи Санду, пес Кадруц, укусил президента Австрии. Как это случилось и как на это отреагировал сам Александр Вандербеллен в нашем сюжете. На этой неделе исполнилось три года с тех пор, как Майя Санду одержала победу на президентских выборах 15 ноября 2020 года. Эта победа была не целью, а началом, написала Санду на своей странице в сети Facebook и продолжила, цитирую, «Вместе мы отправились на долгий и трудный путь к созданию действительно свободного европейского государства, заботящегося обо всех своих гражданах. Мы будем идти вперед к исполнению взятых на себя обязательств и делать детям и молодежи лучшую Молдову». Стала ли Молдова более свободным государством? Улучшилась ли наша с вами жизнь так, как была обещана? Мы решили вспомнить, какие обещания давала Майя Санду избирателям в ходе своей предвыборной кампании и как они исполняются. В своей избирательной кампании Майя Санду взяла на себя больше всего обязательств – 156. Хотя, согласно исследованию Ассоциации за демократию через участие ADEPT, только 81 из них соответствовали полномочиям президента. Тем не менее, более 940 тысяч избирателей или около 58% граждан, пришедших на избирательные участки во втором туре президентских выборов, поверили в то, что начинаются хорошие времена. Именно под этим лозунгом Майя Санду проводила свою избирательную кампанию. Пришло наше время, пришло время хороших людей. В ходе предвыборной кампании Санду обещала поднять экономику, приложить усилия, чтобы уехавшие за границу граждане вернулись домой, а пенсионерам обеспечить более спокойную старость. Я хочу, чтобы наше государство было ориентировано на людей и на будущее, чтобы это чувствовалось от центра Кишинева до самого маленького села в республике Молдова. Хочу, чтобы у всех пенсионеров была гарантированная старость, без страха перед завтрашним днем. Хочу, чтобы мы построили страну, в которой люди хотят жить. Однако три года спустя, в 2023 году, пенсии молдавским пенсионерам были проиндексированы лишь на 14%, а не на размер инфляции в 30%, как того требует закон. Власти объяснили это отсутствием денег в бюджете. Тем не менее, на увеличение зарплат министрам до 50 тысяч леев деньги нашлись. Также выросли зарплаты судей, прокуроров, членов высшего совета магистратуры. Что же касается обещания вернуть граждан домой и приостановить массовую миграцию молодежи, то согласно исследованию, проведенному фондом ООН в области народонаселения в конце прошлого года, в республике Молдова сохраняется высокий риск снижения численности населения детородного возраста, которое могло бы обеспечить социально-экономическое развитие страны. Согласно приведенным данным, 15% населения Молдовы планирует переехать в другую страну в ближайшие три года. А согласно отчету Национального бюро статистики, за последние два года республику Молдова покинули 88,5 тысяч человек. При этом среди иммигрантов значительно увеличилась доля молодежи. Одним из предвыборных лозунгов Майсанду в 2020 году было «Администрация президента обходится слишком дорого». Однако, начиная с 2021 года, расходы на содержание президентского аппарата неуклонно растут. Если в 2022 году они составляли 31 миллион 900 тысяч леев, то в 2023 году выросли до 40 миллионов 442 тысяч леев. И еще одно обещание, данное Сандо, уже на церемонии принесения присяги и вступления в должность – соблюдать Конституцию и законы страны. Я знаю конституционную роль президента страны. Я буду уважать Конституцию и законы. Между тем, глава государства подписала указ об отставке генерального прокурора Александра Стоиногла на основании статьи закона, которая впоследствии была признана Конституционным судом, незаконной. После этого Майя Санду не стала отменять свой указ. Также на церемонии инаугурации новый президент пообещал уважать всех граждан страны, независимо от политических предпочтений, этнической принадлежности и языка, на котором они говорят. Какими бы ни были ваши политические предпочтения, на каком бы родном языке вы ни говорили, какой бы национальности вы ни принадлежали, я обещаю, что буду уважать вас всех. Я ваш президент, и вы можете на меня рассчитывать. Однако недавно в ходе предвыборных дебатов на общественном телевидении двум кандидатам на всеобщих местных выборах отключили микрофоны, когда они хотели обратиться к избирателям на русском языке. Комментируя этот инцидент, Майя Санду заявила, что это неправильное решение руководства общественной телекомпании, однако одновременно обвинила выступавших в неуважении к румынскому языку. Вступая в должность президента, Майя Санду пообещала, что она будет справедливым президентом, который будет называть вещи своими именами и который не будет щадить тех, кто нарушает права граждан и интересы страны. А еще президентом, который объединяет, они делят жителей страны на правильных и неправильных. Однако, когда в конце 2022 года решением комиссии по чрезвычайным ситуациям были приостановлены лицензии на вещание шести телеканалов, глава государства не только не встала на их защиту, а наоборот, приветствовала данный шаг, обвинив эти телеканалы в отсутствии корректной информации при освещении событий в стране и войны, развязанной Россией против Украины. А когда почти год спустя комиссия по чрезвычайным ситуациям оставила без лицензии еще шесть телеканалов, президент также не стал вмешиваться, заявив, что таким образом власти пытаются защитить государство и демократию от попыток вмешательства Российской Федерации в избирательный процесс в Молдове. По случаю третьей годовщины своего нахождения в должности президента, Майя Санду написала в Фейсбуке. Победа трехлетней давности была победой граждан страны и диаспоры, поверивших в Молдову. Несмотря на неравный бой, вопреки всем преградам, молдаване беспрецедентно мобилизовались, и нам удалось создать непобедимое единство. Вместе мы вступили на долгий и трудный путь к созданию по-настоящему свободного европейского государства, которое заботится обо всех своих гражданах. 24 декабря 2020 года Майя Санду была приведена к присяге в качестве президента Республики Молдова после того, как 15 ноября того же года она одержала победу во втором туре президентских выборов, где ее соперником был бывший глава государства Игорь Дадон. Майя Санду является первой женщиной, занявшей в Молдове президентский пост и четвертым президентом, избранным прямым голосованием. Комментируя итоги трехлетнего пребывания Майя Санду на посту глава государства, бывший депутат платформы Да, Мария Чубану высказал свое откровенное разочарование действиями президента, за которого голосовала. Почти все, что Санду резко критиковала, когда была в оппозиции, сегодня ею открыто, демонстративно применяется на практике, считает бывшая сторонница действующего президента. Представители практически всех политических партий левого и правого толку убеждены, что глава государства не выполнила своих обязательств и обещаний, данных в ходе избирательной кампании, а населению стало жить тяжелее. И только представители правящей партии рассыпаются в похвале, называя главным достижением своего неформального лидера то, что Молдова за это время, по их мнению, стала уважаемой многими странами и надежным партнером по обеспечению мира и безопасности в регионе. На своей странице в Фейсбуке бывший глава государства Игорь Дадон написал, что три года назад на смену нормальным временам пришли хорошие времена. Однако через год Республика Молдова вернется в нормальное русло, как того хотят сегодня большинство граждан. Бывший депутат платформы Дамария Чубана считает, что данные три года назад в Майя Санду обещания так и остались невыполненными. Я не сожалею о том, что несколько раз голосовала за Майю Санду. Я очень сожалею о том, что президент Майя Санду считает, что она находится вне закона. Почти все, что она резко критиковала, когда была в оппозиции, сегодня ею открыто, демонстративно применяется на практике. Создается впечатление, что ПДС делает все, чтобы уничтожить другие проевропейские партии. У вас вся власть в государстве, но вам не удается сделать ровным счетом ничего для реформирования правосудия. Как было, так и осталось. Ваш мандат не вечен, время летит, и европейская мечта не может прикрыть беззаконие. Председатель партии Шанс Алексей Лунгу утверждает, что с тех пор, как Майя Санду стала президентом страны, Республика Молдова больше не имеет ничего общего с европейскими ценностями. Мы дожили до того, что актуальностью для нашего государства стали диктаторские принципы. Партия Шанс была незаконной и преступно исключена из предвыборной гонки, без какого-либо решения суда. Граждане Республики Молдова стали самыми бедными в ЕС, самыми бедными в Европе. В итоге мы заплатили самую высокую цену за природный газ, у нас самый высокий рост цен по всей Европе. О чем мы говорим? О каких достижениях может идти речь? В итоге мы получили президента, который шантажирует избирателей, говоря им, что если они не выберут кандидатов от ПДС, то их населенные пункты не получат европейских денег. И это несмотря на то, что, как мы понимаем, в своей предвыборной кампании президент говорила и на русском, и на гагаузском языке, говорила о природном газе, о бедности, об уважении всех прав граждан и всех избирателей. Высказалась на эту тему и депутат ПКРМ Диана Караман. Мы видим полную деградацию по всем сферам жизнедеятельности государства. И самое главное, что мы видим усиление ее паранойи. Потому что если в первый год она себя проявляла, по крайней мере старалась проявлять хотя бы в рамках закона, то сегодня самое последнее заявление подчеркивает, что Майя Сандо не осознает, что она делает. Там нет никаких принципов, нет никаких хороших идей на будущее. И единственный выход для Республики Молдова – это смена власти и долой такого президента. Наш телеканал попытался получить комментарий на эти заявления в администрации президента. Однако там не ответили на наше обращение. Между тем, в социальных сетях партии «Действия и солидарность» появилась публикация, в которой написано, что три года назад граждане Республики Молдова, проживающие внутри страны и за ее пределами, избрали президента, которая сегодня представляет нас достойно и смело, и которая убедила весь мир, что Молдова – европейская страна и что наш голос важен. Республика Молдова вместе с президентом Майя Сандо стала уважаемой странами мира и надежным партнером для мира и безопасности в регионе. Благодаря настойчивости президента и усилиям всего общества мы теперь являемся страной-кандидатом на вступление в ЕС, получаем существенную финансовую помощь для развития, для поддержки граждан в самые трудные времена, говорится в заявлении правящей партии по случаю трехлетия с момента избрания Майя Сандо президентом. Ранее представители таких политформирований, как «Коалиция за единство и благосостояние» и «Партия развития и объединения Молдовы» заявили, что вместо обещанных, но так и не наступивших хороших времен государство оказалось захваченным. Мы, молдаване, сделали выбор. Мы выбрали европейский путь. Наш выбор заключается не только в том, какой европейский уровень жизни мы хотим иметь во всей Молдове, но и в том, какое общество мы хотим построить. Общество, в котором все граждане могут свободно говорить, свободно думать, свободно жить дома, заявила Майя Сандо 5 ноября в ходе первой встречи в Кишиневе председатели комиссии по делам Евросоюза и комиссии по иностранным делам стран ЕС. Но, как считает румынский политический аналитик Эйчди Хартман, Санду всем, что делает, лишь дискредитирует европейский курс Молдовы. Об этом Хартман заявил в эфире телеканала Метрополия ТВ. Он жестко раскритиковал действия молдавских властей, в частности, нападки в адрес протестующих граждан недовольных ситуаций в стране, которых заклеймили как агентов Кремля. Также эксперт осудил недавнее решение об отстранении от участия в выборах одного из конкурентов за два дня до их проведения. По словам румынского аналитика, действия президента Майя Санду разрушительны для проевропейского курса Молдовы. «Госпожа Санду оказалась катастрофой из экономической и стратегической точек зрения, а также для инвестиций в Молдову – катастрофой. Что ей удалось благодаря своей фантастической неспособности заниматься политикой – это разрушить европейские идеи. И за Майя Санду мы, румыны, и мы, Европа, проиграли. Это ее вина, что ей не удалось четко продемонстрировать, что Европа не призывает к авторитаризму и к запрету политических партий. Европа не означает, что мы обвиняем всех в коррупции, за исключением своих». Эксперт высказался и по поводу результатов голосования на выборах 5 ноября, когда из почти 900 примаров всего лишь 240 были избраны от правящей партии «Действия и солидарность». Он считает, что избиратели, проголосовавшие против ПДС, не являются агентами Кремля. «Это возмутительно, что, проиграв выборы, Майя Санду говорит, что те, кто у нее выиграл, русские агенты. Это примитивное редуцирование возмущает. Это не соответствует европейским ценностям, то, что сделала эта барыня. И, кстати, не думаю, что здесь были русские. Госпожа Санду может говорить, могут говорить офицеры под прикрытием, что те, кто проголосовал против Майя Санду, это русские агенты. Но нет, это бедные жители Молдовы, которые из субботы в субботу протестовали перед дворцом молдавского президента в Кишиневе, а она о них говорила, как о русских агентах. Нет, бедность, знаете ли, не является ни американским агентом, ни русским. Это бедность. И эта мадам, вместо того, чтобы проводить время в застольях с представителями Запада, чтобы ее похвалил Байден, должна принести хлеб на столы молдаван. Она этого не сделала. И вот на местных выборах такое недовольство. Драма в том, что мы проиграли, мы сделали ставку на невыигрышную лошадь в этом забеге. Мы поставили на кого-то, кто только лгал. И эта мадам не имеет права говорить от имени Европейского Союза. Нам нужны успешные лидеры. Эксперт обратил внимание, что в течение двух лет Майя Санду не занималась внутренней политикой. Она разъезжала и фотографировалась с мировыми лидерами. Вы слишком малы, госпожа Санду, как республика, чтобы быть важной. И организованные вами застолья с мировыми руководителями для народа ничего не значат. В глазах молдавского крестьянина, в глазах молдавского интеллигента, в глазах того, кто плохо живет. Пан-европейские застолья этой мадам привели к тому, что мы потеряли Молдову. И это драматично. Также румынский аналитик считает, что авторитаризм, закрытие неугодных телеканалов и устранение оппозиционных конкурентов не имеют ничего общего с демократией. Когда она запрещает вещание шести телеканалов на русском языке, когда за три дня отстраняет кандидатов, когда, называя себя великой проевропейской, она заявляет, что бедные манифестанты Молдовы, которые протестуют против нее на улицах Кишинева, она называет их всех русскими агентами, когда она, как пеликан, перенимает западную политику, которым нет места, которые не имеют никакого эффекта в Молдове. И она проигрывает выборы настолько безобразно, как это было. Знаете, не она проиграла, а Румыния. Европейский Союз проиграл благодаря этой мадам. Президент Майя Санду не представила своей реакции на эти заявления. Наш телеканал обратился за комментарием в администрацию главы государства. Однако, ко времени подготовки сюжета к эфиру мы не получили ответ на свой запрос. Представители власти также не ответили на наши обращения. Напомним, за два дня до даты выборов партия «Шанс» была отстранена от избирательной гонки. Решение было принято комиссией по чрезвычайным ситуациям. Премьер-министр Дарин Ричан заявил, что такая мера обусловлена гибридной атакой на Молдову со стороны России посредством организованной преступной группы. В ответ на это председатель партии «Шанс» Алексей Лунгу подчеркнул, что то, что произошло, является преступлением против молдавского народа, против экономики, суверенитета и будущего страны. Что касается приостановления действия лицензии на вещание шести телеканалов, власти традиционно заявили, что Россия, используя организованные преступные группы, стремится повлиять на результат выборов и нанести ущерб демократическому процессу. В связи с прошедшими 5 ноября всеобщими местными выборами, премьер Дарин Ричан сказал, что достигнутый результат доказывает поддержку гражданам Молдовы проевропейского будущего. По его словам, это подтверждает, что Европу можно построить у себя дома. Со своей стороны, многие молдавские эксперты расценили результаты прошедших выборов как провал правящей партии. Одним из предвыборных обещаний Санду было возвращение Кишиневского аэропорта государству. 22 ноября прошлого года апелляционная палата Кишинева отклонила из компании «Авианвест», поданной против решения агентства публичной собственности о расторжении договора о концессии. В марте текущего года предприятие окончательно перешло в государственную собственность. Однако уже сейчас, несмотря на заверения Санду о том, что вопрос о новой концессии аэропорта не ставится, власти ищут нового стратегического партнера, способного управлять аэропортом. Об этом сообщил вице-премьер, министр регионального развития и инфраструктуры Андрей Спыну. Он подчеркнул, что аэропорт нуждается в инвестициях на миллиарды леев и такими возможностями правительство не располагает. В ходе передачи на реалитате «Лайф» министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну заявил, что международный аэропорт Кишинева нуждается в инвестициях в размере до 300 миллионов евро. В настоящее время, по его словам, ни администрация аэропорта, ни государство такой возможностью не располагают. Исходя из этого, власти изыскивают наилучшие варианты привлечения соответствующих средств и находятся в поиске стратегического партнера, который отвечал бы ряду критериев. А именно, обладал бы необходимыми финансовыми средствами, возможностью осуществления строительства по самым высоким стандартам и был бы способен эффективно управлять. На следующей неделе представители известной французской компании прибудут в Кишинев и посетят аэропорт. С одной стороны, государство управляет аэропортом. С другой стороны, мы хотим найти долгосрочное решение, чтобы иметь современную инфраструктуру и как можно больше рейсов из Кишинева и в Кишинев. Не могу сказать, что это концессия, так как есть несколько моделей. Одна из них — публично-частное партнерство или концессия. Но положение вещей не может оставаться таким же, и в последующие полгода правительство должно принять решение. Когда оно будет принято, я объявлю публично, является ли это контрактом на управление чисто финансовой инвестицией и концессией, либо публично-частным партнерством. Мы представим все необходимые аргументы и разъяснения. В течение полугода правительство должно принять решение относительно аэропорта, добавил Спыну. На вопрос нашего репортера, когда же он честен, когда говорил, что аэропорт должен быть передан в управление, от концессионера к государству, или сейчас, когда он уже изменил свое видение этой темы? Министр ответил следующее. Когда вы были честны тогда или сейчас? И тогда и сейчас. Тогда речь шла о том, предлагается ли сразу привлекать инвестиции каких-то партнеров. С моей точки зрения это ненормально, что сразу после того, как вы взялись, нужно заключать какое-либо партнерство, потому что его стоимость невелика. А если же вы в определенный момент придете к заключению государственно-частного партнерства, вы должны сделать это после решения определенных проблем, чтобы государство имело как можно больше преимуществ. Высказыванием Спыну предшествовало заявление президента Майи Санду, подчеркнувшей в эфире ВОЧа Басарабии в конце октября, что концессия международного аэропорта Кишинева не обсуждается и не ведется поиск потенциальных инвесторов. Никаких поисков не ведется. Если бы были, об этом объявили бы публично. Мы следуем принципу транспарентности. Есть управление со стороны государства. Разумеется, возникло множество проблем, которые должны быть решены. Посмотрим, смогут ли люди, которые были назначены, справиться. То есть нет никакого негативного намерения. Аэропорт очень важен. О намерении передать в концессию международный аэропорт Кишинева неоднократно заявлял ряд официальных лиц. В частности, об этом говорила бывший министр инфраструктуры и регионального развития Лилия Дабижа в эфире телеканала Н4. По ее словам, в поиске партнера для передачи аэропорта в концессию участвует широкая команда, и не только из числа представителей ведомства, которое она возглавляла, но и из Министерства экономики. Возможно, отдадим его в концессию, когда-нибудь хорошему, кому-то сильному, не из Хабаровска, с соблюдением закона. Конечно, анализируем в правительстве разные варианты, ведутся дискуссии, объявим, когда будет принято решение. Но сейчас мы занимаемся тем, что пытаемся убедить как можно больше операторов прийти на рынок нашей страны. Заявления Дабижа вызвали волну критики в публичном пространстве. А на второй день после того, как прозвучали ее высказывания, советник министра заявила, что журналисты неверно интерпретировали слова Лилии Дабижи. Однако впоследствии представители власти все более открыто говорили о возможной передаче в концессию международного аэропорта Кишинева. У меня есть достаточно подозрений относительно способности государства в целом быть эффективным менеджером в экономической области. Поэтому, естественно, было бы своевременно передать в концессию ответственному экономическому агенту «Серьезному» из Европейского Союза, который занимается управлением крупных аэропортов. Напомним, 28 марта этого года власти завершили все процедуры передачи в управление государства Кишиневского аэропорта от концессионера компании «Авиаинвест». Как заявила тогда президент Майя Санду, власти страны и народу удалось доказать, что Молдова не продается. «Сегодня восторжествовала справедливость. Международный аэропорт Кишинева вновь перешел к государству, то есть гражданам». Решение о передаче международного аэропорта Кишинева в концессию сроком на 49 лет было принято в 2013 году. Компания-концессионер обязалась инвестировать 250 миллионов евро в его модернизацию. Однако ее обвинили в невыполнении договорных обязательств и инвестиционного плана, а также потребовали расторжения договора. На основании решения апелляционной палаты 27 марта этого года агентство публичной собственности объявило, что все активы, имущество и земли Международного аэропорта Кишинева вернулись в собственность государства. Представители «Авиаинвест» отвергают выдвинутые против компании обвинения и указывают, что инвестиции превысили 72 миллиона евро, а качество выполненных работ по модернизации прошли проверку контролирующих госорганов. Вместе с тем компания обжаловала решение апелляционной палаты высшей судебной палати. Окончательное решение по этому делу пока не принято. После того, как 26 сентября президент страны подписал указ об увольнении Александра Стояногла с должности гемпрокурора, эта вакансия остается открытой. Прошло уже три недели со дня объявления конкурсного отбора, но не подано еще ни одной заявки от желающих занять этот пост. Между тем предельный срок подачи документов истекает 22 ноября. Бывший судья ЕСПЧ Станислав Павловский считает, что после недавнего решения Европейского суда по правам человека и после того, как Конституционный суд Молдовы признал незаконной статью, по которой экс-генпрокурора отстранили от должности, Александр Стояногла должен быть восстановлен на этом посту. Однако глава государства Майосандо заявляет, что решение суда не изменит планов властей, в том числе в отношении условий Евросоюза о новом процессе избрания генерального прокурора. Станислав Павловский, юрист и бывший судья Европейского суда по правам человека, заявил в интервью Н4, что права Александра Стояногла были нарушены, умышленны, и что теперь у Кишиневского суда нет другого решения, кроме как аннулировать указ президента Санду, поскольку правовое основание увольнения экс-генпрокурора признано неконституционным. Посмотрим, как будет действовать Кишиневский суд, ведь другого выхода из ситуации, кроме отмены указа президента, у них нет. Это означало бы восстановление господина Стояногла в должности. В отличие от других государств, в Молдове по делу господина Стояногла и по некоторым другим права человека были нарушены не потому, что государство что-то неправильно оценило, или представители государства не обладают необходимыми знаниями или опытом. Нет, бывают ситуации, когда права человека нарушаются намеренно, умышленно, и это уже становится очень и очень серьезным. В свою очередь, бывший заместитель министра юстиции Николай Ешану обратил внимание на еще один серьезный факт, выявленный во время суда над Стояногла. Европейский суд сказал одну простую вещь. Господин Стояногла был полностью бессилен перед государством. Вот какой вывод. Он был лишен возможности защитить свои права, и это крайне серьезно. Если мы не осознаем, что надо в первую очередь обращать внимание на это, и только во вторую очередь на суммы денег, которые предоставляются, то у нас нет шанса присоединяться к стране, в которой мы хотим жить. Мы попытались получить комментарии в администрации президента по поводу этих заявлений, но там на наш запрос не ответили. Однако на эту тему в программе радио Молдова глава государства сказала, что решение суда не изменит планов властей по назначению нового генерального прокурора. По словам Майи Санду, новый глава прокуратуры пройдет процедуру проверки, которая предполагает финансовую и профессиональную оценку. Это не отменяет оценку бывшего генерального прокурора и не отменяет наших планов, в том числе условия Евросоюза о наличии нового процесса по отбору генерального прокурора, включая проверку на неподкупность. Тем, кто хочет баллотироваться на должность генпрокурора, также придется пройти тест на неподкупность, как и другим кандидатам Высший совет магистратуры, Высший совет прокуроров, Высшую судебную палату. 9 ноября Конституционный суд объявил о несоответствии основному закону статьи, на основании которой была произведена оценка результатов деятельности Александра Стоиногла на посту генерального прокурора, после которой его отстранили от должности. Судьи Николай Рожко, подавший в отставку вскоре после вердикта Конституционного суда Илюба Шова, выступили с особыми мнениями. Для нашего телеканала адвокат Стоиногла Юрий Мерджиняну заявил, что судьи Конституционного суда частично удовлетворили обращение по этому делу. Напомним, 26 сентября, почти через два года после отстранения Александра Стоиногла от должности генерального прокурора, президент Майя Санду подписал указ о его увольнении. Позже Высший совет прокуроров рассмотрел этот документ за закрытыми дверями. После этого бывший генеральный прокурор обжаловал его в Кишиневском суде. Ранее Молдова была осуждена в Европейском суде по правам человека по делу Александра Стоиногла. Судьи постановили, что после его отстранения право на справедливое судебное разбирательство было нарушено из-за того, что ему не предоставили возможность оспорить решение в суде. Александр Стоиногла был назначен генеральным прокурором в ноябре 2019 года по итогам публичного конкурса и был отстранен от должности в октябре 2021 года, когда Высший совет прокуроров разрешил привлечь его к уголовной ответственности по обвинению в злоупотреблении служебным положением, пассивной коррупции, предоставлении ложных сведений в декларации, превышение служебных полномочий. Бывший генпрокурор все обвинения отвергает. Он считает открытые против него дела политическим преследованием. Власти заявили, что не причастны к делу Стоиногла, а в прокуратуре утверждают, что руководствовались исключительно законом. В Европейском суде по правам человека также находится заявление Стоиногла по поводу незаконного ареста и возбуждения против него уголовного дела по политическим мотивам. Еще одна громкая история недели – арест судей. Под подозрение в злоупотреблении влияния и пассивной коррупции попало сразу четыре магистрата. Этому предшествовали обыски у них дома. В четверг одна из этих четверых судья суда Кишиневского сектора Буйкана Валентина Гарабаджиу была отправлена под арест на 30 суток. Такое решение принял суд города Бельцы. Все четверо были отстранены от должности после получения разрешения высшего совета магистратуры на возбуждение уголовного дела, принудительный привод, задержание, арест и обыск. Как сообщил в минувший вторник Национальный центр по борьбе с коррупцией, расследование данных уголовных дел осуществляется в рамках уголовно-процессуального законодательства с соблюдением всех прав и свобод подследственных. По действующему законодательству судьи в Республике Молдова пользуются функциональным иммунитетом и не могут быть привлечены к ответственности за свои решения, за исключением случаев, когда доказано, что они действовали со злым умыслом. Молдавская армия продолжает вооружаться. В минувшую среду в страну прибыла последняя партия из 19 предоставленных Германии Молдове на безвозмездной основе бронетранспортеров «Пиранья-3». На торжественной церемонии передачи бронетехники присутствовал министр обороны Анатолий Носатый. Последняя партия бронетранспортеров «Пиранья», предоставленная правительством Германии, прибыла в Кишинёв. Торжественную церемонию, которая проходила на базе полка Генштаба имени бригадного генерала Николая Петрика, открыл словами благодарности в адрес немецкого правительства министр обороны Анатолий Носатый. На вопрос нашего корреспондента, для чего в Молдову поставляется такое большое количество бронетехники и оружия, министр обороны отказался отвечать, аргументируя это тем, что он не понимает русский язык. Ранее в Министерстве обороны сообщалось, что бронемашины «Пиранья» были предоставлены в рамках проекта по совершенствованию возможностей национальной армии Молдовы на основании договора между нашей страной и Германией. Последняя партия из четырех бронетранспортеров «Пиранья» прибыла из Германии, сегодня будет передана нашим партнёрам – молдавской стороне. Напомним, 10 ноября в Кишинёв прибыла партия лёгкого вооружения и боеприпасов для пехоты в качестве помощи от Министерства вооружённых сил Франции для национальной армии Молдовы. Кроме того, недавно Молдова получила и от Соединённых Штатов партию военной техники и беспилотных летательных аппаратов на сумму более трёх миллионов долларов. Бюджет Министерства обороны в этом году был увеличен на 650 миллионов леев и достиг 1 миллиарда 700 миллионов. В дополнение к уже приобретённой современной системе противовоздушной обороны, наша страна закупит и ракеты. Они поступят в следующем году. Об этом министр обороны Анатолий Насатый сообщил в интервью «Радио Молдова». По его словам, система ПВО состоит из нескольких составляющих, включая радары, средства перехвата и ракеты, которые будут поставляться поэтапно. Радар, предназначенный для контроля воздушного пространства Молдовы, приводит в страну в декабре. Власти не сообщили, сколько стоит система. Напомним, до этого, 1 июня этого года, Молдова получила от ЕС военную поддержку на сумму 87 миллионов евро, включая ноутбуки, костюмы для обезвреживания взрывчатых веществ, комплекты индивидуальной защиты и хирургические наборы. В тот же день Польша объявила, что направляет в Молдову шесть самолетов с оружием, боеприпасами, техникой и оборудованием. Этот ощутимый груз предназначен для оснащения молдавской полиции, заявили тогда варшавские власти. А тем временем под Кишиневом началось строительство новой военной базы. Она займет несколько гектаров на участке у коммунной Бачой. Сюда уже прибыли рабочие и спецтехника. Территория, где идет строительство, охраняется. Доступ на нее разрешен только ограниченному кругу лиц, и журналисты туда не допускаются. По данным Министерства обороны, в новом военном городке будут размещаться казармы, помещения для военной техники, тренировочные полигоны и жилой квартал для военнослужащих. Однако жители села, близлежащего к месту стройки базы, с которыми побеседовала наша съемочная группа, считают, что Молдова не нуждается ни в военных базах, ни в усилении армии. Министр обороны Анатолий Носатый опубликовал несколько фотографий, идущих полным ходом строительных работ по возведению нового военного городка. Глава оборонного ведомства заявил, что строительство идет в соответствии с международными стандартами. Здесь будут размещаться казармы, учебные классы, тренировочные полигоны, административные здания, пищеблок, хранилища для военной техники, склады, спортивные залы, а также жилой квартал для военнослужащих. По его словам, проект предназначен для военнослужащих национальной армии, которые будут работать в этом районе. Наша съемочная группа отправилась в Бачой, чтобы посмотреть ход строительных работ. Ранее здесь находилась воинская часть, а сейчас располагается Центр технического обслуживания национальной армии. Рабочие также сообщили, что сейчас они возводят забор протяженностью более двух километров. Также на территории ведутся работы по расчистке с помощью спецтехники. Как написал на своей странице в Фейсбуке министр обороны Анатолий Носатый, проект строительства современной военной базы реализуется в рамках задачи по модернизации инфраструктуры национальной армии. Носатый также заявил, что база возводится для создания современных условий для проживания, деятельности, учебы и тренировок военнослужащих, а также передислокации воинских частей за пределы города для обеспечения безопасности населения. Многие, с кем побеседовала наша съемочная группа, критически отнеслись к этому проекту. А некоторые предположили, что в будущем этот военный городок может стать военной базой НАТО. Это очень прискорбно для республики Молдова, потому что нас втягивают в новый конфликт, учитывая, что ситуация в области международной безопасности достаточно острая, и мы хотели бы сохранить нейтралитет. Это и есть влияние Америки, поддерживаемое и финансируемое. Сделать частью различных военных стратегий, которые сейчас внедряются по всему земному шару, и, скорее всего, они создадут новую линию фронта. Это очень плохо. Зачем нам здесь иностранная армия? Для чего она здесь? Как вы думаете, в будущем эта база может стать базой НАТО? Пока они действуют маленькими шажками, но может и вырасти, если мы будем молчать. В свою очередь министр обороны заявил, что начало реализации этого проекта породило ряд дезинформаций и спекуляций по поводу его предназначения. Проект строительства не является военной базой НАТО. Новый военный городок — это национальный проект, финансируемый из государственного бюджета, отметил Анатолий Носатый, не уточнив, в какую сумму обойдется возведение данного объекта. Республике Молдова нужна современная армия, включающая достойные условия службы и проживания военнослужащих и гражданского персонала, подчеркнул министр обороны. Весной этого года Анатолий Носатый заявил, что военная инфраструктура вблизи Кишинева будет готова максимум через пять лет. Летом парламент утвердил законопроект, который предусматривает развитие инфраструктуры нацармии. Согласно документу, новая военная база разместится на участке площадью около 26 гектаров недалеко от коммуны Бачой. После начала войны на Украине Молдова решила увеличить оборонный бюджет, достигнув в этом году 1 миллиарда 700 миллионов леев, что составляет 0,55% ВВП. Вот что по-настоящему волнует наших сограждан, так это как заработать на хлеб насущный и оплатить коммунальные расходы, особенно зимой. Тем временем, как заявил в одном из своих интервью в конце минувшей недели министр энергетики Виктор Парликов, снижение тарифа на газ жителям Молдовы не видать как минимум до второй половины следующего года. То есть пока мы с вами не потребим весь газ, купленный властями в прошлом отопительном сезоне по высоким ценам. Тот самый, на который еще и кредит был взят у Европейского банка реконструкции и развития. Его также мы с вами оплачиваем, к слову. Убеждая нас, что снизить цену на газ нет ну просто никакой возможности, власти изо всех сил препятствуют и тому, чтобы продавать голубое топливо по более доступной цене мог кто-то другой. Как стало известно, в минувший понедельник компания Нордгаз Форнизаре обратилась к президенту и премьер-министру с просьбой поддержать ее в заключении соглашений с операторами всех газораспределительных сетей на территории нашей страны, чтобы более дешевый газ могло получить как можно больше жителей страны. Экономический агент попросил устранить барьеры, ограничивающие возможность потребителей менять поставщиков и блокирующие выход новых конкурентов на энергетический рынок. Мы обратились за комментариями в соответствующие учреждения, однако ответа так и не получили. Более того, как заявила на этой неделе башкан Гагаузи Евгений Гуцул, власти страны ищут всевозможные способы, чтобы сохранить монополию Молдова-ГАЗ. Социальные учреждения Гагаузии к моменту выхода нашего сюжета в эфир не были подключены к отоплению, потому что, по словам председателя Народного собрания автономии Дмитрия Константинова, их руководители ждут газ по сниженному тарифу, поскольку бюджеты не позволяют платить по действующему. Башкан Гагаузи Евгения Гуцул заявила, что ее команда приложила все усилия, чтобы в холодный сезон 2023-2024 года люди платили дешевле за природный газ. При этом, по ее словам, центральная власть препятствует этому процессу, поскольку ей невыгодна цена 10 лев за кубометр голубого топлива. Мы опубликовали контракт, заключенный между компаниями и платежные поручения на сумму 3,5 миллиона евро для начала закупки природного газа для декабря месяца. Увы, наши худшие опасения подтвердились. Вместо того, чтобы помочь той инициативе состояться и новому поставщику выйти на молдавский рынок, молдавские власти ищут всевозможные способы, чтобы сохранить монополию Молдовы ГАЗ. Те же чиновники и эксперты, которые расхваливали преимущества свободного рынка и которые сейчас имеют теплые места в административных советах Энергокома и Молдова ГАЗ с хорошими зарплатами выше 100 тысяч лев в месяц вдруг заговорили о рисках и сложностях, с которыми сталкиваются конечные потребители при смене поставщиков. Председатель Народного собрания ГАГАУЗИ выразил сожаление в связи с тем, что власти препятствуют процессу поставки газа по цене 10 леев. Этот газ чистый. Эти компании уже немецкая завозила в Молдову газ. Они знают эти компании. Но им интересно свой газ продать. Потому что если они возьмут по 10 леев газ, свой газ останется по 18 леев, это им невыгодно. Более того, Константинов сообщил, что в преддверии зимы социальные учреждения ГАГАУЗИ не подключены к отоплению, а их руководители ждут газ по сниженному тарифу, поскольку бюджеты не позволяют платить по действующему. Наши садики, школы, лечебные учреждения и тому подобное остались практически на сегодня без тепла. Люди переживают, как быть дальше. Холодно. Все сидят одетые, дети, взрослые, помещения, потому что руководители не понимают, как быть дальше. Во-первых, есть огромные долги по прошлой зиме. У всех это в курсе дела. Во-вторых, они понимают, что имея такие цены, по 18 леев за куб газа, сегодня каждое предприятие в целом, в среднем возьмем, где-то должно изыскать более 500 тысяч леев для того, чтобы выйти с этой ситуации. Примар Тараклеев Вячеслав Лупов считает, что власти озабочены тем, чтобы не допустить процесса поставки газа по сниженной цене. Где-то 5,5 тысяч заявок было в Гагаузе. Но почему я говорю, что власти затягивают процесс? Потому что Молдова-Газ, Гагауз-Газ и все остальные получили распоряжение категорически не принимать эти заявления, что они не имеют права делать. Я думаю, что в ближайшее время будет подтверждение того, что эти заявки, заявления эти были отправлены, потому что они были отправлены через почту. И будет подтверждение того, что они уходили и получили их. Мэр Аргеева Павел Вережану сообщил, что со следующей недели в муниципе откроется офис, куда будут поступать запросы о смене поставщика природного газа. По его словам, жители Аргеева также просят газ по более низкой цене. Начали благодаря Башкану Гагаузе и компании Нордгаз. Приготовимся. Уже подготовились и со следующей недели начнем собирать договоры на смену поставщика, что соответствует энергопакету, утвержденному Советом Европы. Наш телеканал обратился за комментарием к представителям правящей власти по поводу этих обвинений. Пресс-секретарь парламентской фракции ПДС Адриана Влас сообщила нам, что, цитата, «этот дешевый газ – ложь, это невыполнимо. Это предвыборное обещание, не имеющее ничего общего с реальностью. Нет более низкой цены, чем та, по которой Энергоком покупает сейчас». Отметим, ранее Евгения Гуцул опубликовала контракт о закупке газа по 10 леев за кубометр для автономии Тараклея и Аргеевского района. А подписавшие соглашения турецкие и немецкие компании подтвердили, что обнародованный документ подлинный. При этом Башкан сообщила, что осуществлен первый платеж в размере 3,5 миллиона евро за газ по сниженной цене. Представители Нордгаз Форнизарис и Ролея обещают, что поставки голубого топлива начнутся с 1 декабря, причем в первую очередь будут подключены социальные учреждения. В настоящее время бытовые потребители платят за 1 кубометр газа 18 леев 60 банов, включая НДС. Между тем, людям с низкими доходами есть за что волноваться предстоящей зимой. Для многих граждан страны энергоресурсы обходятся неподъемно дорого. Пенсионеры опасаются, что рост цен на топливо и электроэнергию может оставить их без средств на еду и лекарства. Предоставляемые государством компенсации слишком малы, а цены на другие услуги и товары первой необходимости непомерно высоки. Так считают жители села Новая Руси, где побывала наша съемочная группа. Это 83-летняя женщина, одна из жительниц Молдовы, которая борется с нищетой, со страхом отсчитывая каждый день, приближающий ее к зиме. Наша съемочная группа встретила ее в премарии, где она стояла в очереди, чтобы подать заявку на помощь в виде дров. Пришла, чтобы меня освободили от оплаты за электричество и за помощью на отоплении. Какая у вас пенсия? 2600. На что хватает этих денег? Сходите в магазин, посмотрите, сколько у меня долгов. В жизни не рассчитаюсь. Жила в долг, до сих пор растила детей. Воспитываю детей и сейчас. Не могу позволить себе пойти к врачу, нужно оплачивать все счета. За воду, за газ, за мусор. Совсем тяжело. Что нам остается? Ничего. И этот мужчина говорит, что многое пережил в своей жизни, но никогда не ощущал такой нужды, как сейчас, из-за роста цен. Очень тяжело. Очень. Люди, у которых есть дети, еще справляются. А мы, старые пенсионеры, только я и моя жена. И жить в наше время очень сложно. С такой пенсией, с двумя, тремя, четырьмя тысячами леев зимой не прожить. Как и все в селе, мужчина подает заявку на компенсацию, но считает, что сумма помощи совсем невелика. Вам хватит этих 800 леев? 1500 леев – это кубометр дров. А сколько нужно для печи? В год требуется около 6 кубометров. Не хватит, даже если экономить. И чтобы в доме было хорошо, тепло, этого недостаточно. Пол куба дров в месяц на сколько хватит? Развести огонь, обогреть дом, приготовить еду никак не хватит. После того, как стало известно о предоставлении помощи на газ, дрова и электричество, коридор сельской примарии в Новых Русештах Еловенского района всегда заполнен людьми, говорят работники. Сейчас ждем. В коридоре всегда полно людей, желающих встать на учет. В примарии целый день люди. С тревогой ждет зиму и эта женщина. Помимо оплаты за энергоресурсы, у нее большие расходы и на воспитание троих детей. Очень сложно, но что поделать? Терпим, закрыв глаза. В доме нехватка. Мало что можем себе позволить. Надо купить птицам свинье. Я взяла поросенка. Детям нужна еда. Идешь и покупаешь два бедрышка. Ничего не поймешь. 50 леев. Я не могу содержать трех детей двумя бедрышками. А фарш 100 леев. Не можешь себе позволить брать фарш каждый день. В этом году на домохозяйство, которое отапливается дровами или углем, выделено компенсацией 800 леев. Однако семья этой женщины не может рассчитывать только на эту помощь и собирает все, чем можно топить в холодный сезон. Приносим сухие ветки, дрова в мешках, привозим с мебельной фабрики. Бумагу собираем. Собираем, что есть. Собираем в полях сухие ветки. Закатавливаем на зиму. На той стороне две ветки посуши. Всего за две недели за компенсациями на электроэнергию в холодный период года обратились свыше 300 тысяч домохозяйств. Сообщили вчера в Министерстве труда и социальной защиты. Там уточнили, что в этом году не все заявители получат помощь, учтенные в счетах. А критерии предоставления будут более жесткими. Компенсации не получат те, кто получил в прошлом году 1 миллион леев от дивидендов или владельцы не менее 4 объектов недвижимости. По словам министра труда Алексея Бузу, если прошлой зимой около 80% потребителей, зарегистрировавшихся по программе Ажутор Ла Контор, была присвоена очень высокая категория уязвимости, то теперь в этой категории, которая была переименована в крайне высокая, смогут войти только около 18% граждан. Еще 15% могут быть отнесены к категории очень высокая, а 30% категории средняя. О размере компенсации пока неизвестно, но недавно Бузу заявил, что выделенные средства будут намного меньше по сравнению с теми, что были в 2022 году. Зато членам Высшего совета магистратуры из числа судей, прошедших внешнюю оценку, снова повысили зарплату. Соответствующие изменения внесены в закон о госбюджете и будут применяться в ретроактивном порядке, начиная с 1 октября. Таким образом, председатель ВСМ получит за октябрь более 50 тысяч леев. Напомним, что предыдущее повышение оплаты труда у этой категории госслужащих было в июне текущего года. Подробности в нашем сюжете за среду. Парламентское большинство от партии действий «Солидарность» внесло в закон о государственном бюджете поправки, согласно которым членам Высшего совета магистратуры из числа судей, прошедших внешнюю оценку, повышена базовая ставка исчисления заработной платы. Ранее она составляла 3 тысячи леев, а после внесения нынешних изменений была увеличена до 3 600 леев. С учетом существующих надбавок в соответствии с классом начисления зарплаты коэффициентом и причитающимися надбавками в зависимости от уровня квалификации, ежемесячная оплата труда председателя Высшего совета магистратуры Серджио Карамана, согласно расчетам портала bizlow.md, составит 52 558 леев. Член Высшего совета магистратуры Василий Шкёпу с учетом коэффициента начисления зарплаты ежемесячной надбавки будет получать 44 594 леев. Его коллеги Мария Фрунзе и Иоанна Керанет по 42 644 леев в месяц. Также согласно внесенным парламентом изменениям в закон о госбюджете была увеличена базовая ставка для кандидатов из числа судей, прошедших аттестацию, но не избранных членами Высшего совета магистратуры. Нашему телеканалу не удалось получить ответы членов Высшего совета магистратуры на вопрос, считают ли они заслуженным подобное повышение зарплаты за членство в совете. Напомним, предыдущее увеличение их зарплат власти произвели в июне этого года, повысив ее в среднем с 31 до 36 тысяч леев. По данным Национального бюро статистики, в Республике Молдова среднемесячная зарплата в бюджетном секторе экономики в 2023 году составляет около 10 тысяч леев. В реальном секторе примерно 13 тысяч леев. Продолжаем обзор событий недели. Православная церковь Молдовы сохраняет свой статус в составе Русской Православной Церкви, несмотря на призыв некоторых священников перейти под покровительство румынского патриархата. Решение было принято в минувший четверг на собрании настоятелей церквей и монастырей, созванном митрополитом Владимиром. Поводом для обсуждения стало письмо за подписью протеерея Павла Баршевского, в котором он призывает Молдавскую церковь перейти в румынский патриархат. Баршевский отказался отвечать на вопросы нашей съемочной группы и спешно покинул здание митрополии, однако позже обнародовал свою позицию. Молдавские священники давно говорят о сильнейшем давлении, которое испытывается стороны властей с тем, чтобы уйти из лона российской патриархии. Якобы и письмо, с которым митрополит отправился к патриарху Кириллу, было написано не им, а настоятельно предложено во властных кабинетах. Впрочем, официально эта информация не подтверждена. После письма настоятеля Кишиневской церкви Святого Дмитрия с просьбой о присоединении Молдавской митрополии к румынскому патриархату, митрополит Владимир созвал всех протеереев Кишиневской митрополии на совещание. В продолжавшихся два часа закрытых обсуждениях участвовали около 30 протеереев. После их завершения к прессе вышел епископ Сорокский Ион Машнигуцу и объявил, что относящаяся к русской православной церкви Молдавская митрополия сохраняет нынешний статус. Православная церковь Молдовы сохраняет свой нынешний статус. Есть высокопреосвященный митрополит всея Молдовы Владимир, церковнослужители и народ остаются преданным православной церкви Молдовы и высокопреосвященному митрополиту Владимиру. Дискуссия о присоединении православной церкви Молдовы к румынской патриархии или другим структурам не будет. Епископ добавил, что это совещание было созвано не для ответа на письмо священника Павла Баршевского. По его словам, это была обычная встреча ипархиального совета в расширенном формате. Между тем, на ней присутствовал и автор инициативы, настоятель столичного храма святого Дмитрия. Перед встречей с митрополитом Владимиром Павел Баршевский заявил, что символом веры должна быть одна церковь. У нас должна быть одна церковь в Республике Молдова, обязательно в составе Румынской Патриархии, или посмотрим, как будет дальше. Но мы этого желаем, и посмотрим, что скажут другие. После совещания Павел Баршевский спешно сел в машину и уехал, не сделав никаких заявлений. Позже на странице церкви святого Дмитрия в Facebook появилась публикация, в которой говорится, что по итогам обсуждений по предложению митрополита Владимира участники единогласно проголосовали за единство православной церкви Молдовы. Вопрос о присоединении к румынскому патриархату остаётся открытым. В то же время Иоанн Машнигуцу рассказал, какова будет реакция молдавской митрополии, если какие-то священники примут решение о присоединении к Бессарабской митрополии. Приходы священнослужителей, которые присоединятся к Бессарабской митрополии, будут санкционированы канонически. Епископ Сорокский добавил, что за последние месяцы пять священников перешли из молдавской митрополии в Бессарабскую, а с начала войны России против Украины так поступили 13 священнослужителей. После сегодняшней встречи, после того, как мы выступим с обращением, подписанным всеми участниками священники, все поймут и останутся в каноническом пространстве православной церкви Молдовы. Расширенный епархиальный совет Кишинёвской епархии Молдавской православной церкви квалифицировал действия некоторых священников как провокации. Согласно распространённому обращению, совет отметил разъединяющий характер некоторых сообщений, исходящих от институтов, которые должны укреплять общество и способствовать миру и социальному единству. Необоснованные обвинения и призывы Бессарабской митрополии к нашим священникам и верующим выйти из православной церкви Молдовы нарушают каноническое и евхаристическое общение, которое митрополия Молдовы имеет как с румынским патриархатом, так и со всеми другими каноническими православными церквями в Молдове. «Мы призываем всех, духовенство и народ, сохранять мир и христианское единство и не допускать скатывания ко всякого рода разделениям, расколам и конфликтам, подпитываемым политически», говорится в обращении. Наш телеканал позвонил в Бессарабскую митрополию, чтобы узнать мнение руководства этого учреждения по поводу состоявшейся встречи. Ответивший нам человек отказался представиться, не захотел продолжить разговор под запись, но сообщил, что Бессарабскую митрополию эта встреча не интересует, и о ней там не знали. В завершении о случае, который на этой неделе облетел многие не только молдавские, но и мировые СМИ. В четверг ставшая знаменитой собака президента Майосанду Кодруц укусила президента Австрии. Произошло это в момент, когда официальные лица спускались по ступенькам здания аппарата президента для фотосессии. Видео быстро стало виральным и обросло множеством шуток. Кто-то намекал на несчастную судьбу пса, которого, как сообщалось ранее, Санду подобрало на улице. В интернете даже слоган разлетелся «Свободу Кодруцу». Кто-то указал, что, наверное, собака только для фотосессии и нужна президенту. Так, в частности, написал экс-премьер Ион Киику, отметивший, что за псом ухаживает сотрудница президентуры и Санду для животного – персона чужая. Были и те, кто назвал УКУ с ответом Румынии за отказ Австрии впустить страну в Шенген. В общем, интернет был буквально наводнен комментариями. О случившемся сообщили даже зарубежные СМИ. В пятницу в австрийской дипломатии, видимо, решили смягчить конфуз. Президент Австрии Александр Вандербеллен записал видеообращение, в котором отметил, что понимают реакцию собаки, нервничавшие из-за того, что вокруг нее столько людей, и даже передал для кадруца мягкую игрушку. Инцидент произошел в четверг вечером во время рабочего визита в Молдову глав государств Австрии и Словении. Венский лидер, находясь в компании Майсанду во дворе администрации президента, наклонился, чтобы погладить кадруца. Собака, судя по всему, была не слишком расположена к ласкам и укусила Александра Вандербеллена. Позже президент Австрии был замечен с повязкой на руке, которую укусил кадруц. На следующий день он опубликовал в своих социальных сетях видеоролик, где рассказал, что очень любит собак и понимает, что большое количество людей вокруг заставило пса понервничать. Кроме того, Александр Вандербеллен передал Майсанду мягкую игрушку для кадруца, сказав, что это начало прекрасной дружбы. Моя первая встреча с кадруцем, первой собакой республики Молдова, вызвало некоторый ажиотаж. Впрочем, все, кто меня знают, в курсе, что я большой любитель собак и могу понять его энтузиазм. Он нервничал из-за большого количества людей вокруг. Кстати, в последний день пребывания в Молдове я передал Майсанду маленькую игрушку для кадруца. Это начало прекрасной дружбы. Майсанду пока никак не прокомментировала этот инцидент. Ранее она опубликовала фотографию с кадруцем и написала, что он является частью команды администрации президента. Семь месяцев назад собаку нашли после аварии, когда пса сбила машина. Новость о случившемся стала вирусной в интернете и вызвала много шуток и мемов. Экс-премьеру Он Кику по этому поводу в своем телеграм-канале написал, что за собакой ухаживает сотрудница аппарата президента, а по совету консультантов Майсанду пса используют для пиара, чтобы глава государства выглядела более человечески. В аппарате президента эти слова пока никак не прокомментировали. На этом наш выпуск подошел к концу. Такой была эта неделя и таковы основные события политической, экономической и социальной жизни уходящих семи дней, о которых вам рассказывали я, Лиза Кайряк и мои коллеги. Спасибо, что это время провели вместе с нами. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok